Девушки отдыхают 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 Да, Патаро, будьте добры, вот мне хотелось бы о том, чтобы вы сейчас сказали, он, в отличие от того человека, понимает по-русски и даже очень неплохо понимает и хорошо говорит, что он сейчас и докажет буквально через несколько минут, а вот вам такое, скажем так, задание, скажите, что он из себя представляет, чем он занимается по жизни, ну, и есть ли у него какое-то там, скажем, хобби, и чем бы ему, как вы считаете, можно было бы заниматься, а дальше он вам скажет, так это или не так, хорошо? Ну, давайте, прямо к фронтам, да? Прямо к фронтам, да? Да, никто не знал, он не знал, вы не знали, я вам сказал, что он будет вести, что, в общем-то, так оно и будет, но вот этого задания не было, а потом под конец программы я вам еще приведу одного человека, не буду говорить, кто этот человек, мужчина или женщина, так что будьте готовы к концу программы, у нас на все про все где-то, ну, полчаса после, вот того, как вы определите и расскажете про этого человека, ну, вот Владимир вам будет задавать вопросы по поводу, ну, вот вашей профессии, так скажем, хорошо? Хорошо, ну, давайте пока начнем, касаемо человека как личности, я обычно начинаю с работы, и обычно мужчина социально что-то заботит, поэтому первый вопрос, это что у него сейчас по социуму, это у нас ушло, так как я таролог, я никогда не называю и не назову себя ясновидцем, я вижу только через сны мне приходят вещи, мне проще читать через таро, я мантик, мантик это от слова мантика, предсказание, да? Вот, я вижу по шестерке Пентакли, что человек ждет каких-то денег, поступления, возможно, это связано с радио, очень переживает по поводу каких-то вещей, может быть, разборки, интриги, я не пойму, семерка мечей об этом говорит, и у него все закрутится, в принципе, нормально, поступление должно быть, я думаю так. Далее, он, в принципе, сам по себе человек такой жесткий несколько, то есть он расчетливый, все строит друг за другом, по плану, но, конечно, тут бывают некоторые разочарования, которые зависят не только от него, то есть сейчас вероятность такая, остаться при себе, при своем, да, но не рассчитывать на что-то большее, то есть, так скажем, мне так карты говорят. И сейчас и любовную сферу я вытащила сразу же так, третьим фоном, у него сейчас какие-то иллюзии, семерка кубков по любви, и вот думая о женщине какой-то, вот, например, вот так вот, да, вот, то есть это я сразу, я социум, сейчас у него в социуме, ему важно устаканиться, важно, давайте сейчас спросим, ну, задавайте вопрос, мне так проще, Владимир. Здравствуйте, Ангела или Ангела? Ангела лучше, я от Ангелина. Я понял, здравствуйте, Ангелина, хочу еще раз напомнить, что на волнах радиостанции Сангейтс у нас сегодня замечательный эрунолог, предсказатель, ведьма, от слова ведущая мать, как я понимаю, а также человек, который знает сферы, читает информацию, и просто очаровательная женщина, Ангелина Грант, которая сегодня присутствует на наших волнах. Итак, ну, скажите, пожалуйста, хобби, какое у меня, что нам говорят, руны, руны вообще сложный инструмент, на самом деле, для прорицателя. Ну, хобби, у вас хобби, оно же и работа, у вас связано со звездой, то есть, ваша работа, это ваше хобби, то есть, вы так любите радио, что вот у вас хобби светиться и блистать, вы практически такой же человек, как я в чем-то, это ваше предназначение, то есть, что-то связанное с публичностью. Ну да, благодарствую, ну, отчасти так. Так же луна, то есть, это магия, то есть, это какие-то вот такие вещи подводные, вас эзотерика интересует, то есть, у вас все это связано. Ну да, да. Видите, как вот противоречиво, вот другой вот предсказатель, который здесь был, он сказал, что вот человек, говорит, в плане энергетики пустой, но очень начитан. Ну, а где здесь противоречие? Мы сейчас вашу начитанность пока не смотрели, поэтому я, то, что наверху лежит, оно и выходит. Нет, просто с пустотой. Энергетик этот био с пустотой он не угадал, потому что слишком много чудес в жизни и... А, вы таинственный человек, судя по Луне, у вас все непросто. Знаете, как написано в одном писании, интересно, нет праведника ни одного, и вы все согрешили, делами на веру и спасемся, но вера без дела мертва. Так вот, моя вера в мои моменты незыблема, поэтому, может быть, что-то и получается. Молодец. Благодарствую. Ангела, скажите, пожалуйста, руны. Такое вообще сложное слово. Что обозначает слово руны? Руны по одним источникам означает рана. Ну, то есть, если вдаваться в славянскую этимологию, в том числе по Чудинову, такой есть исследователь, которого немножко не считают полноценным исследователем. Ну, там доля фантазии, доля правды. Получается, сказочек, да. Да. Но, тем не менее, я с чем-то согласна с его позицией относительно, что руны – это рана. То есть, не зря их наносили, как черты резы на древние памятники, знаете, как врезали. Также руна обозначает слово тайна. То есть, не зря Один, именно Одину, который только один владел магией асов и магией ванов, а маги асов – это мужская магия, а воинствующая ванов – это больше женская, да. Вот. И только Один владел обоими видами магии. Дорого заплатил за это. Да, дорого заплатил, провисев на древе, гроссили, по легенде, да. И они ему сложно достались из источника, в источнике судьбы. Он увидел веру, да. То есть, руны – это живые ключи к веру. Это, скажем, существа, как камни. Знаете, камушки, они тоже живые. Просто там по времени. Каждая руна – это обладает инстинктами, разумом и волей, разумеется. В общем, тут, конечно… Все сложно. Все сложно. Конечно, да. Когда начинаешь работать, уже несложно, поверьте. Ангел. То есть, нужно войти и… Он из лесу вышел и тут же зашел, да? Или снова зашел. Скажите, пожалуйста, а вы свои руны кровью кормите? Дело в том, что тут, опять же, считаю, что это все настолько индивидуально, и кто как делает, так и хочет. В принципе, я считаю, что при изготовлении амулета с привязкой к человеку, как я делаю людям, желательно, это кровь для улучшения работы этого амулета, да, для установления контакта, для улучшения энергии. Но подкармливать личный набор, то есть, если, когда я вырезала деревянный себе первый, да, я, естественно, вырезала, сделала для себя там такой прям близкий. Вы прямо сами резали руты? Совсем, да, да, то есть, на плашках собирала их, часть мне, честно говоря, подруга даже подарила, я попросила ее с определенной ветки, и она говорит, ты знаешь, у меня ветки давно эти лежат, и вот они к тебе запросились, а они срублены тоже, она спасла эти ветки с дачи, так скажем, ясени у нее росли, и хотели ясени порубить, она просто умоляла рабочих, чтобы не рубили, потому что провода мешали, и я говорю, эти ветки не просто так мне достались, то есть, я из них сделала плашки, обработала, вырезала ясень и рябина, там, по-моему, даже два набора вышло, один для клиента, то есть, у меня заказ был, да, вот. Одни из первых наборов мне, естественно, как это должно быть, то есть, рунами, я считаю, то есть, что должен кто-то знакомиться, да, то есть, знакомить человека. Сложным новичку войти, особенно тот, кто в христианском и Грегоре был, ну, так как у меня были шаманские корни различные, там, далекие, бурятские, это тоже с севером связано, с северной магией, мне было проще, мне как-то вот, когда я узнала о рунах в 2007-2008 году, меня прям потянуло, открыла для меня их моя, так скажем, я ее считаю, подругой, наставницей в чем-то, то есть, я не сказала, что она мне, там, обучала всему, обучила себя всему сама, но она для меня их открыла, рассказала основы, и первые обряды, которые мы делали, мы делали вдвоем, то есть, по сути, этот человек меня познакомил с богами. И потом уже, после клятв, у меня начались какие-то инсайды, просвещения, да, вот, я так поняла, что это было тут самое посвящение, мне приснился сон, в котором мне приснился Асгард, вот. Вот, и первый набор, конечно, мне подарила, ничего такого не было сказано, там, то, что ты, вот, прям, должна кровью их накормить, напоить, просто это был подарок на день рождения, я ее попросила, сделай мне, то есть, это набор, вырезанный на камни, вот, собственно, они, я покажу, вот, на аквамарине, антюрине, сейчас, не знаю, сейчас, немножечко, они зелененького цвета зовут, вот, в принципе, я сейчас тоже делаю себе наборы, вот, исландские руны также, и на продажу также я занимаюсь, то есть, я сама сейчас делаю... Исландские руны и на продажу, да. Я в том смысле, они отличаются, скандинавский футарк, это вот классика, да, это древнегерманский, класс. Со своим произношением руны, то есть, они звучат по-другому. Ой, там несколько строев, я не очень сейчас хочу в это углубляться, потому что это тема отдельной программы, то есть, это тема отдельной программы, там существует и строй в Ведере, и в Венедице, и, в общем, там очень вариантов, то есть, в славянизме вообще там столько племен было, у каждого племени свои руны, которые изначально были чертами, резами, потом их рунами назвали, то есть, некоторые переплетаются, по изображениям очень тесно, со скандинавскими, но имеются другие названия. И опять же, ведутся споры об источниках этих рун, то есть, у нас даже Велесова книга, ведутся споры, существует ли она на самом деле, либо это какая-то достаточно новая выдумка, да, то есть, источники утеряны, если сохранены несколько табличек, то... Ну, Велесова книга считается, как бы, наполовину мифом, то есть, недоказанный факт, все о ней говорят, а ее никто... Никто не видел, да. Да, абсолютно верно. Да, но, тем не менее, существуют эти таблички, я знаю лично людей, которые видели даже спрятанные таблички, у меня нет оснований, не верите, ну, в том числе у одного человека, я думаю, есть это, который человек находится в Киеве, да. Вот, сейчас библиотека и не вам не зря она сгорела, то есть, там, я думаю, непростой был пожар, если вы слышали, в России, да. То есть, человек, который, ну, сотрудничал с американскими, наверное, я не знаю... Это гирострат появился. Да, то есть, получается, что они сожгли, а часть копии вывезли, потому что очень невыгодно нашему российскому православному государству, чтобы это все всплыло, потому что, если всплывет все славянское, то есть, и Грегор просто захватит, да, и люди просто массу пойдут из церквей и к своим богам, к источникам вернутся. Это невыгодно, поэтому это все усиленно прячет. Но я скажу скандинавских Грегора, ему спасибо тем древним людям, которые сохранили какие-то купицы, камни, которые все это берегут, как культурное наследие. Вот, он у нас в России прекрасно пашет, прекрасно работает. Ну, вы знаете, ночь сварога-то заканчивается, все равно проснутся-то люди. Конечно, конечно. Тут ни вправо, ни влево, понимаете. К тому же, даже если говорить о образе хрестоматийным Христа, то если мы возьмем во внимание то, что тот же Один, к тому же дереву, был прибит, и вот это вот все, да, то есть оно же взаимствовано, на самом деле. То есть, как бы, тема одна и та же, просто персонажи меняются. Вот, поэтому, что я хочу этим сказать, на самом деле все циклически, да. Почему у нас и спиралечка системная, я имею в виду, как-то по-русски сказать, галактическая спираль у нас круглая, и инь-янь, и наше даже DNA-систем, которое идет по спиральке. То есть, все у нас в круговороте природы имеет старт, но конца, к счастью, не имеет. И полный круг, полный оборот, это как Солнце, это как Луна. Кстати, сейчас коснемся Луны, между прочим, хорошо, что я вспомнил. Оно все равно нас приводит к истокам, то есть, откуда мы пришли, туда мы и приходим. То есть, ничего же нового по цветам этой самой, так сказать, матери-богини Луны нет. Так вот, я хотел задать, Ангелина, вам очень простой вопрос. Какая же у нас связь между Луной, рунами, магией? И вот это первая часть, вторая часть, вот слово «ведьма». То есть, давайте немножко расширим и раскроем это понятие для нашего уважаемого радиослушателя, который сейчас в неограниченном количестве нас слушает. Я надеюсь. Ну, точно. Можете даже не надеяться, так и есть. Я надеюсь, что это около тысячи человек хотя бы. Хотелось бы. Вот, касаемо первого вопроса, еще раз, связано, с чем связана магия руны и Луна? А почему Луна, а не Солнце? Ну, ой, ой, вы меня сейчас уведете в тему. Вы не хотите, чтобы я вам об этом рассказывал честно. Но дело в том, что почему Луна? Да, потому что вы женщина, и вы женщина-маг, человек, который не то что подвластен, который без Луны просто не может. И все ваши внутренние гармонические циклы управляются Луной, вся ваша вода управляется Луной, весь ваш разум стабилизируется или активируется, или запускаются те или иные процессы Луной. О Солнце мы поговорим в другую передачу. То есть это вообще целый разговор. Я о Солнце могу говорить неделями напролет, наверное. Без Солнца вообще ничего нет. Это все к тому, что руна Солн есть в рунологии, а руны Луны нет. Поэтому и вопрос. Ну, куда же вы так спешите? Ну, почему вот вы взяли и все мне с ком? Ладно, я шучу. Но я просто хотел к этому плану подвести. Я передела этот вопрос. Касаемо Луны, то есть однозначно, если даже брать, может быть, мы поговорим попозже об этом, карту Таро, да, Луна, то есть тут получается рак, который прячется в чистом озере, вылезти ему или не вылезти. То есть этот источник на карте Таро, Луна, озеро или пруд, вода, напоминает, конечно, в чем-то источник Урт. То есть если вы так делаете ассоциации, хотя это разные абсолютно системы. Касаемо Луны в рунах, то есть язычники древние, они все-таки жили по моим, больше по солнечному календарю. И руны от Луны, вот как таковые магические практики, в рунах от Луны, по классике я вам говорю, по традиции древние, как это дошло до нас, исландцы, шведы. Ну вы скандинавию имеете в виду, скандинавскую традицию. Именно скандинавскую, да. То есть оно, практики как таковые, рунические, от Луны не зависят. Но если брать уже веканскую какую-то идеологию, то, конечно, и веканские практики магии, да и в принципе основное количество ритуалов, то, конечно же, любые ритуалы связаны с Луной именно. То, как используют. То есть некоторые рунологи ассоциируют, какие-то работы делают магические в определенные лунные дни, да. Другим, в принципе, все равно. Они скорее придерживаются классической концепции. Раньше каждый день, это упоминается в сагах, да, в рунических, каждый день был посвящен у древних скандинавов своему богу. И вот они именно в тот день посвящали ритуал этому богу, которому посвящен этот день. То есть у них даже вот... Там в речах великих есть, да, даже моменты некоторые. Да. Ну, в принципе, о рунической астрологии связи руны, астрологии циклов мы можем как-то поговорить в следующей программе, потому что сегодня у нас несколько по другим темам мы готовились. В принципе, кому интересно, вот рекомендую купить именно древние астрологии, да. Леонид Кораблев, «Колдовской полет», руническая астрология. То есть тут совмещение древностей, скажем, тут скорее все. Исследование по древним руническим памятникам, древним календарям. То есть книжечка довольно-таки, брошюрка маленькая. Я ни в коем случае не рекламирую, хотя, честно скажу, Леонид Кораблев, это один из, ну, действительно шикарных исследователей, да, на российской территории. Именно не рунолог, как маг, а именно исследователь. И он собирает все древности, все это переводит с исландских книг, с древних. Он, конечно, большой молодец. Также существует пару рунической астрологии книги Платова. Если хотите, почитайте. То есть это уже цикл, это для тех, кто интересуется и рунами, астрологией. В принципе, тут на любителя, как говорится.